Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Азербайджан как стройматериалы. Нам сказали, что они уже не вернутся в Карабах, а теперь они хотят тайком провести солдат туда. Наши дети не стройматериалы. Как передает канал 13, об этом заявили родители армянских солдат, которые накануне провели митинг у Минобороны Армении с требованием, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Американский журналист Патрик Ланкастер на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором участники акции рассказывают о нелегальной отправке армянских военных в Карабах. Все собравшиеся у Минобороны говорят одно и то же. Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Азербайджан. Собеседники журналисты отмечают, что Ереван нарушает положение ноябрьского заявления и тайно завозит военных в Карабах. Армянским военным нельзя служить в Карабахе. Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Карабах, где они попадут в плен. Им не положено там быть. Об этом сказано в заявлении России, Азербайджана и Армении. Но наших детей везут на территорию Азербайджана. Алиев же говорит, что армянские солдаты не имеют права здесь служить. Мы все против, чтобы наши дети служили в Карабахе, говорит собеседник Ланкастера. Как отметил другой собеседник журналиста, его внук воевал на первой линии в Джибраиле. Война кончилась, наши русские пришли. Он вернулся домой, раненый и в депрессии. Но пришли люди из Минобороны и спросили, почему он дома. Сказали, пусть он полежит в больнице и увезли его. Они обещали, что он больше не пойдет служить в Карабах, только на территории Армении. Но не держат своего слова, жалуется собеседник Ланкастера. Мы разрешаем, чтобы наши дети служили, но не в Карабахе, потому что там неспокойно. Нам это не нужно. Мы не хотим, чтобы наши дети ехали в Карабах. Хотим, чтобы служили в Армении. В Карабахе они могут попасть в плен. Мы не хотим, чтобы наших детей убили или взяли в плен. Они послужили 44 дня и прошли через все ужасы войны. Возмущаются матери армянских призывников. Почему у вас здесь сейчас? Потому что мы не хотим, чтобы наших детей, как второй материал, перевезли в Армении. Ага. Ага. И у вас сын солдат? Нет. Внук. Внук. Ага. Ага. Знаю, где он сейчас? Он сейчас здесь, в Армении. Он участвовал в войне. Приехал отпуск и нам сказали, что нельзя уже вернуться в Карабах. А сейчас они хотят тайком привезти туда. Ну, здесь, здесь, одним... ...цех, родственники, сыновья, внук и служат. Сейчас. Ну, они хотели вчера ночью, как строим материал, перевезти тайком в Арцах. Ага. 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 А зачем? Там же войны сейчас нет. Войны нет. Но есть пункт, который подписал наш, это, как говорится... Пашинян, да? Да. Что наши солдаты не должны быть там. Мой внук приехал в отпуск и обратно не пустили туда. А сейчас хотят тайком привезти туда. Спасибо. Они против этого. Наши дети не строят материалы, что под этим автомобилем перевезли туда. Понятно? Есть законы цело-целуют. Понимаешь? Поэтому собрались здесь. Ночью тайком плакаты делали, как будто строим материал, перевозят. Понимаете? Закон есть, что там наши солдаты что не сборили. Они ночью три часа. Никто не знает, собирают что туда. Но там нельзя. Если поймают, там уже Азербайджан, люди, солдаты соберут туда как плен. Все. Поэтому мы, как дети наши, не хотим, что туда пойти, что Азербайджане взяли плен. Вопрос этот. Спасибо. А мы хотели, что этот вопрос решат. Как будет, что будет. Но этот вопрос решается или нет? Идут на контакт? Не знаю. Ну, контакт вот... Пошли. 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 Семь человек зашли туда, что это тема, что мы все по полку туда не пойдем. Семь человек будет решать, потом выходит, что все. Азербайджан знает, как решать этот вопрос. Целая тема. Там нельзя, что наши дети что служат. Азербайджан говорит, что ваши солдаты здесь не имеют службы. Не имеют права. Не имеют права. Не имеют права. Если поедете, значит плен будет. Пятьдесят на пятьдесят. Это пройдет или не пройдет. Чтобы решать этот вопрос. Они хотят, чтобы наши дети отправили опять в Кварцах. То есть никуда. Куда не полога. Вообще это вопрос решено. Это есть указ в Кварцах. Азербайджан и Россия. Все. Они хотят насилие. То есть вы составили. Да. Куда? Если туда не пускают никому. Нормальное явление. Спасибо. Скажите. Мы тоже такие вопросы. Такие вопросы. Мы тоже это. Вот. Мой внук тоже в первой линии. Там Джабраиль. Он тоже там был. Война кончилась. Все закончилась война. Наши русские пришли. Вот. И война закончилась. Войнук вернулся. Я пошел в свою внуку привез. Он депрессант был. Он осколку принял. Он вот это. Я привез домой. Пришли отсюда. Законы. Вот из академии. Почему? Он находится дома. Он депрессант. Депрессант. Давайте мне с ним со мной говорили. Мы поведем там больницу. Полежим по закону то с чего это самое. Больше нет этого. Он не пойдет в Арцах служить. Вот. Территория в Армении. Территория в Армении. Обещали. Вот. Я привел вот здесь. Араратюль. Он начал служить. И начали свои обещания. Делательник. Свои обещания не держит. Сколько законов здесь есть я не понимаю. Добрали чтобы наши дети были военнослужащими. Не хотим чтобы они уехали в Горобах. Хочем чтобы службу они окончали в Армении. Наши панеты. Чтобы они не поехали в Арабах. Так а в Карабахе сейчас войны нету? Арабахи нету. А наши дети. Мы гарантию не дали. Может быть у них тататут гэта. Гэриин вон сэнасом чгэта. Блин. Блин. Да. Блин. Мы не знаем. Они не могут. Сейчас мы с ними нормально не можем разговаривать. Да. Потому что они. А сейчас когда их уже там мы должны были забрать. Они три часа ночи звонят. Мама нас забирает. Уже не хотят. Боятся они. Азербайджанцы. Они ведь коин дают. Они детей берут. Потом говорят они ретидивисты. Какие ретидивисты? Служат они в Армии. Говорят гражданские одевать. Гражданские военные. Зачем должен гражданские одевать? Гражданские. Гражданские военные.